Через детскую поликлинику в Заречье ежедневно проходит до тысячи маленьких пациентов, но детей здесь принимает всего 9 педиатров, а должно быть в два раза больше. Кадров не хватает, при этом очередей в коридорах почти нет. Министру здравоохранения Веронике Скворцовой рассказывает, в поликлинике запустили проект «Открытая регистратура». Он совмещает возможности электронной записи к врачу и специально организованную работу кабинетов. Так, недавно в поликлинике организовали кабинет здорового пациента. В нем посетители могут взять, например, справку в бассейн или направление на анализы и не занимать время участкового педиатра. Расписание построено таким образом, что каждый пациент имеет возможность записаться в течение рабочего времени и в час есть два резервных времени. Два резервных времени в час вполне удовлетворяет внезапность пришедших больных и упорядочивает очередь. Этика и дентология выходят на первое место в регистратуре, потому что мы должны не только упорядочить очередь, но и должны быть вежливы и добры к нашим пациентам и детям. Результат грамотной организации работы – оценка пациентов. Тулики соглашаются, улучшение уже ощутили. Электронную очередь, да, конечно, хорошо все, но иногда придется посидеть. Ну не то, что как раньше. Конечно, лучше. Да, 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 раньше мы сидели по два, по три часа посидеть в очереди. В поликлиниках региона меняют отношение к пациентам и во внешнем виде. После ремонта регистратура теперь в виде коробки с цветными карандашами. Министру показывают, есть современный бассейн, где профилактику и реабилитацию проходят малыши, начиная с грудничкового возраста. Скворцова отмечает, опыт работы этого медицинского учреждения нужно передавать другим поликлиникам региона. Президент на этой неделе говорил о необходимости избавить от хамства, грубого отношения к пациентам, нашей медицинской организации. Атмосфера доброжелательности и комфортности получения медицинской помощи – вот это важнейшее направление нашей работы. Поэтому мы с вами видим сейчас очень удобный фактически офис приема больных. Стоит инфомат, что есть информационные панели. Вот это и создает необходимую обстановку медицинской организации. Губернатор отвечает, в течение двух лет все областные поликлиники будут работать по-новому. Задача уже решается. Есть положительные сдвиги в демографии. Скворцова подтверждает, младенческая смертность в области снизилась за прошедший год почти на 4,5%. Дюмин продолжает, это не предел, но нужна поддержка федерального центра. Такие вопросы, которые были заморожены достаточно долгое время, это строительство двух корпусов детской областной клинической больницы, которые очень важны для нас. Они сдвинулись с мертвой точки и уже процесс пошел. На сегодняшний день современного высокотехнологичного, а самое главное со специалистами хорошего класса, перинатального центра нет. Мы сейчас находимся в тесных переговорах с Минэкономикой, с Министерством финансов и, конечно, с Вероникой Игоревной по решению этого вопроса, чтобы мы вошли в программу. Из Тулы-Вщокина в городской поликлинике Скворцовой показывает, здесь тоже можно записаться на прием к врачу без очереди. Но в учреждении пошли еще дальше, его модернизировали. Убрали стекло между работником и пациентом и изменили систему посещения. Теперь те, кто записался предварительно, не стоят в очереди, чтобы получить талон и медицинскую карту. А минуя регистратуру, сразу идут на прием к врачу к назначенному времени. Планово записываю на прием к врачам по помощи медикоинформационной службы. И это уже сокращает время врача. До восьми минут у нас. До восьми минут высвобождается. Да. Тульская областная больница. Здесь кардиологи рассказывают, министры у них тоже свои результаты. Региональный сердечно-сосудистый центр работает с 2013 года. За год пролечивают до тысячи пациентов. За последние три года смертность от инсультов снизилась с 23 до 17%. Здесь внедрили такой вид терапии, как тромболизис. Теперь у врача есть 4 часа, чтобы растворить тромб и возобновить кровообращение. Тогда пациент не просто выживет, но и не станет инвалидом. Подобные методы уже внедряются в районных больницах. Это значит и задачи, поставленные президентом по повышению качества и доступности медицинской помощи, выполняются. Надежда Мелехина, Вадим Рыженков, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский.